Крутить или не крутить? Роспотребнадзор задумался о безопасности спиннера. Специалисты решили выяснить, насколько опасна новомодная игрушка для здоровья детей. Так ли страшен спиннер в сюжете? Вертушка, крутилка для рук или спиннер? Сейчас об этой вращающейся игрушке знает каждый. Как пишут в интернете ее создатели, сделан спиннер для увеличения концентрации внимания. Однако Роспотребнадзор решил проверить, как же спиннер влияет на здоровье, в особенности на детское. Вопросов у специалистов к этой, казалось бы, безобидной игрушке много. От шума, издаваемого при вращении, до возможных травм. Всех этих угроз в любом спиннере студент Сергей точно не видит. Такая современная игрушка, по сути, замена йо-йо, которая была раньше, которая просто позволяет расслабиться на уроках, успокоиться, сосредоточиться. Здравствуйте. Добрый день. А вы можете мне подсказать какой-нибудь спиннер? Конечно. Самый популярный на данный момент является дешевый спиннер за 25 рублей. За 25 или за 250 рублей. По словам продавцов, крутилки для рук сейчас на пике популярности, и покупатели денег на них не жалеют. Продают модные вертушки, чаще всего в ларьках и магазинах игрушек. Найти спиннер можно на любой вкус. Я покупаю спиннеры в Москве на разных фирмах. Естественно, туда привозят в Москву, с Китая. Каждый привоз у них сертифицирован. И когда я покупаю спиннеры на фирме, то, естественно, я покупаю сертифицированные. Поэтому вреда для детишек это не представляет. Такого же мнения о новомодном развлечении придерживается и уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. В многодетной семье Геннадия Прохорычева спиннер есть у каждого ребенка. Дети от разноцветной вертушки в восторге. В самом деле нужно его крутить и балансировать на пальце, чтобы он не упал. Ну, у меня тоже есть спиннер и не один дома. Если говорить, вредно или не вредно, мобильный телефон намного вредней. Это уже давно как бы доказано. Поэтому, ну, это просто дань времени. И детям это нравится, что в руках что-то крутится. Ну, такое и родители. Родители же принимают решение, покупают своим чадом вот такую игрушку. Но специалисты Роспотребнадзора видят в спиннерах потенциальную опасность. Выяснить, угрожает ли модная игрушка здоровью, вызвались сотрудники сразу нескольких федеральных институтов. Это поручение было дано группе экспертов, а также ученых из разных научно-исследовательских учреждений, чтобы снять напряжение, которое возникло в обществе. На данный момент существует несколько противоположных мнений относительно увлечения подобными игрушками. Одни подчеркивают, что это является антистессовым эффектом спиннера. Другие, наоборот, говорят о том, что это самобирование детей, которые их используют. Пока вот так называемый официальный приговор не вынесен. Решение по спиннерам должно появиться в ближайшие недели. Если их признают потенциально опасными, то любителям игрушек-антистрессов придется искать себе новое развлечение.